Жизнь никогда не меняется за минуту. Но правильное решение, принятое за минуту, может изменить всю вашу жизнь. Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня я собираюсь рассказать вам предсказания на июнь для асцендентов Скорпиона. На этой карте показаны планеты, вращающиеся в пути. Пардаш бывает 7 и 22 июня. Винаек Четуртхи 14 июня. Санкашти Четуртхи 27 июня. Новолуние 10 июня. Полнолуние 24 июня. 10 июня происходит солнечное затмение, которого не видно в Индии. Теперь перейдем к предсказанию. Здесь написано число 8, значит, бы восходящий Скорпион, если в вашем гороскопе рождения также записано число 8, то это предсказание для вас. Пожалуйста, не делайте ошибок при просмотре видео, иначе прогноз не будет совпадать. Это прогноз на основе индийского времени дат, поэтому вы должны установить прогноз на основе даты и времени вашей страны. Вы должны быть осторожны во время вождения. Из-за того, что Сун и Рах вместе в седьмом доме, между мужем и женой могут возникать споры. Вам не нужно спорить со своим партнером по любви. Вы должны покормить стрит-дог. Марс – ваш асцендент, и 2 июня Марс станет ослабленным. Марс становится слабым в знаке Рака. Кету все еще сидит в вашем асценденте, тогда вы не сможете принять правильное решение. Кету восхождение снижает вашу уверенность. Марс находится ниже в девятом доме. Могут быть нарушены отношения с отцом. Если бы вы думали отправиться в дальнее путешествие, его могли бы отменить. У вас будут расходы, но ваша работа не будет сделана. Если бы вы захотели уехать за границу, его тоже бы отменили. Вы уйдете от религиозных работ. Из-за Марса ваш гнев усилится, тогда ваши отношения с отцом и со старшими в доме могут быть испорчены. Марс будет аспектировать ваш двенадцатый дом, тогда могут возникнуть проблемы с иностранной работой. Проблема может возникнуть в вашей супружеской жизни. Раху, который уже находится в вашем седьмом доме, вызвать проблемы вашей семейной жизни. Раху также испортит вам сон. Марс также управляет вашим шестым домом. В это время вам не нужно ни с кем драться, иначе у вас будут неприятности. Марс находится в девятом доме, который аспектирует Сатурн. Сатурн сейчас ретроградный, поэтому из-за его отрицательности это усугубит вашу проблему. Если Марс находится в хорошем положении в вашем гороскопе рождения, то это хорошо, иначе это будет проблемой для вас. Сатурн находится в трим доме ретрограден, поэтому вам придется работать без надобности. Ваши отношения с братьями и сестрами могут ухудшиться. Марс также будет аспектировать Юпитер, сидящий в четвертом доме, тогда в доме могут возникнуть споры относительно собственности. В семье могут быть разногласия. Но проблема будет немного уменьшена из-за присутствия здесь Юпитера. Юпитер сидит в вашем четвертом доме. Это время будет хорошо для студента. 20 июня Юпитер будет ретроградным, затем он повлияет на ваш второй, четвертый и пятый дом. Из-за чего состояние здоровья вашей мамы может ухудшиться? Проблема может заключаться в вашей учебе. Ваши расходы также могут увеличиться. Что касается какой-то старой работы, если вы не смогли принять решение, то вы сможете продвинуться вперед, приняв его решение. Юпитер увидит аспект вашего двенадцатого дома. В это время вы сможете делать пожертвования и заниматься иностранной работой. Сатурн – хозяин вашего третьего и четвертого домов. В это время Сатурн будет ретроградным. Какое бы решение вы не приняли в отношении своих детей или учебы, вы продвинете свою работу дальше, приняв это решение. Венера – управитель вашего седьмого дома. Венера сейчас сидит в вашем восьмом доме в близнецах. В это время это может вызвать у вас какое-нибудь гинекологическое заболевание. Отношения со свекровью будут хорошими. Венера также представляет вашу внебрачную связь в восьмом доме. Если вы занимаетесь бизнесом, то могут возникнуть проблемы. После 22 июня Венера войдет в девяти дом с Марсом, так что у вас могут быть любовные отношения с кем-то. 3 июня Меркурий перейдет в ваш седьмой дом. За это время состояние здоровья вашего супруга может ухудшиться. Меркурий в это время останется ретроградным. Из-за чего в вашей супружеской жизни возникнут проблемы? Это будет хорошее время для бизнеса, поскольку Солнце, Раху и Меркурий вместе в вашем седьмом доме. Солнце – хозяин вашего десятого дома, и пребывание с Раху в седьмом доме может навредить здоровью вашего отца. В это время вам, возможно, придется столкнуться с унижением. Солнце усилит гнев вашего супруга. Это вызовет чувство эво, и их речь также станет горькой. Если в настоящее время у вас нет делового партнерства, это хорошо. 15 июня Солнце переместится в восьмой дом, в Близнецы, тогда вы можете столкнуться с проблемами в своей работе. За рулем нужно быть осторожным. Возможно легкие травмы. Отношения со свекровью будут плохими. Итак, теперь давайте посмотрим на плохие дни. У вас или у меня один-два дня в месяц, что доставляет нам стресс, дискомфорт, проблемы. Пессимисты делают это, и это время, когда владыка ума и мозга входит в отрицательную позицию. Когда луна входит в шесть, восемь или двенадцать дом, это причиняет нам боль. Те, у кого нет хорошего лунного рождения, могут наблюдать продаж 7 и 22 июня. Это пост господа Шивы. 5-6 июня. 11 и 12 июня. 20 и 21 июня. У вас будут плохие дни, поэтому не стоит принимать в этот день неправильное решение. Хорошо, если вы не попадете в мусорное ведро. Контролируйте свою речь. Не говорите, что у кого-то болит душа. Ваши расходы могут увеличиться. Также могут возникнуть проблемы со здоровьем. Теперь узнайте о Гачке Шри Йоге. Когда Юпитер и Луна вместе, или Юпитер и Луна лицом друг к другу, или в четырех местах, тогда образуется Гачке Шри Йога. Так же как сейчас, Юпитер здесь, когда Луна придет сюда, в Аболее, или она придет сюда в Тельце, или она придет сюда во Льве, или она придет сюда в Скорпионе, затем из-за Юпитера и Луны, Гачке Шри Йога будет сформирована. В Гачке Шри Йоге есть сочетание Юпитера и Луны. Юпитер означает деньги, а Луна означает воду. Так что в этот день поток денег хороший. Если вы занимаетесь каким-то бизнесом, то можете получить оплату от кого-то. В эти дни вы можете получить выгоду. Итак, это Гачке Шри Йога. Гачке Шри Йога готовится для вас в эти пять дней. 1 июня, 9 июня, 2016 года, 22 июня, июня и 29 июня. Итак, эти пять дней будут для вас полезными. Если каждый вторник вспоминать о Господе Раме I, читать Хануману Челесу и раздавать сладости детям в храме, это принесет вам пользу. Для тех, чьё рождение Марс плохое, то есть Марс находится в 4, 8 или 12 доме в вашем гороскопе, вы можете наблюдать Винаяку Четуртхи 14 июня Санкашти Четурти 27 июня. Если Раху плохой в вашем гороскопе, то есть в 4, 8 или 12 доме, то вам следует читать Вишну Сахастранам каждое Нарвалуние. В проточной воде проливание кокоса также уменьшит плохой эффект Раху. Новолуние в этом месяце 10 июня. 10 июня происходит солнечное затмение, которого не видно в Индии. Если вы сделаете пожертвование в этот день, это пойдет вам на пользу, если вы не можете сделать пожертвование. Мантра Солнца. Омджи Пакусум Санкашим Кашипаем И Хадью Тим. Тамарисарва Папагнам Пранатосмин Дивакарам. Кавычка. Эту мантру следует повторять. Повторение мантры Солнца может избавить вас от всех проблем. Повторение мантры во время затмения быстро доказывает эту мантру. Каждое новолуние, 10 июня, положите в воду немного черного кунжута и предложите его дерево пипала. Это тоже принесет пользу. Итак, это было предсказание на июньский месяц для асцендента Скопиона. Продолжайте смотреть наш канал для получения дополнительной информации. Спасибо.